Чувака, ты что, угораешь? Ну да, да. Посмотри на них. Мужики? Все будут знать, что ты такая конченная мразь. И поверь ты мне, все приедут за тобой, потому что все тебя ищут. На тебя уже 18 заявлений в полицию. А то и день написано, что вы мрази. Ездите на своей вонючей разваленной тачке под героином, под метадоном. Кренулся там Аллахом, хотя бы часами цыгане. Через 3-4 дня тебя ищи в другом городе. А что ты подаешь? Что? Что подаешь? Ничего не про. Встаем с другом, общаемся. Друзья, всех приветствую. С вами Никита Ворожбитов. Ко мне обратились подписчики. Их обманули цыгане. Цыгане приставили с дагестанцами. Бра-брат, не хватает наберет до дома. Пожалуйста, купи инструмент. Инструмент якобы стоит 200 тысяч в паре, а не его за 50. Естественно, сразу же убежали, уехали. Человек приехал домой, раскрыл инструмент. В принципе, с внешнего вида все окей. Но этикетки все переклеены. И по факту это самый горимый вообще материал, который только может быть. Самое главное, что эти тупые дегенераторы оставили номер телефона. И прямо сегодня, прямо сейчас мы договоримся о встрече. Они приедут. И мы вживую с глазу на глаз просим. Ребят, а зачем вы обманываете? Смотрите до конца, будет очень интересно. Ставьте палец вверх, потому что я обещаю, что будет очень и очень крутой контент. Погнай. Ребят, привет. Здорово. Рассказывай. Где они, что они? Давай изначально расскажешь историю, что произошло. Слушай, на самом деле история у нас очень простая. Подъехал, непосредственно пошел в магазин. И здесь у меня парнишка, не русский, не знаю, представился дагестанцем, короче. Сейчас мы расскажем дальше, что там будет прикол вообще-то. Поймал, говорит, типа, нужен инструмент. Да нет, нет, короче. А потом думаю, может, у меня пацаны как бы подачам угорают, все в этом роде. Я думаю, может быть, предложить. Да, ладно, хрен с ним, с тобой схожу, короче. Подошел, я говорю, что за инструменты? Он такой, да вот генератор, шуруповерт и, соответственно, ручной инструмент. Такой, чеки все есть, говорит, неворованные, все дела. Ты типа с чеки посмотрел, да, поверю? Да, он, короче, чек показывает, берет на чеке QR-код, телефон он показывает, он даже переходит на сайт и показывает, короче, сколько инструмент стоит. Все чеки есть, все в этом роде. Короче, такой, не, ладно, короче, не надо. Ушел, а получается общая сумма всех чеков, что-то 226 тысяч. А он продавал что-то такое, давай за 60. Я такой, да не, короче, ладно, мне не надо. Потом думаю, дай ребятам позвоню, начал что-то ребятам пока названивать. Думаю, ладно, может быть, перепродам, все, в этом роде, как бы. Ну, или просто за такую же цену, просто свой полтинник заберу, а ребятам отдам, как бы, ну, посмотрел, вроде нормальный генератор, такой инструмент, все, в этом роде. Тем более, типа, на сайт переходит, вот это подкупил, типа, ну, реально, как бы на сайт переходит. А тебя тоже кидает, да? Да, у меня точно такая же история была. И, короче, этот, я такой, да ладно, хрен с тобой, заберем. Забрал, все, в машину закинул. Что-то приехал домой, начал смотреть непосредственно уже сам товар, а товар не соответствует просто описанию. Просто, грубо говоря, они взяли этот генератор бензиновый, переклеили на нем наклейки. Все чеки поддельные, потому что элементарно я вот зашел на Авито, просто прицениться, сколько такой генератор стоит. И ребята продают, вот он, типа, за 15 месяцев два стоит. Мне стало интересно, я, короче, начал просто рассылать всем, у кого такие генераторы, типа, ребят, то и где. Многие писали, вот именно, типа, кавказцы, там, нерусские, и все там вроде, и, ну, короче, ты начал писать людям, и тебе написали, что, короче, купили этот же генератор, да, вот такие же другие, а люди их так же обманули. Да, 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 они такие. И все, как человек был таким? Получается, я нашел 19 человек, которые ответили, подтвердили, что, да, типа, вот где-то на парковках, возит ТЦ и все там вроде, продают, бабушек много обманывали и все там вроде, ну, говорит, дочь продает, говорит, ну, типа, отца обманули, вот и все. А ты, получается, с ним списался, ты с ним тоже поехал, бы не знакомый, да, вообще бы, на этой ситуации? Не, 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 я ему тоже написал, он такой, типа, у него вообще шокирующая ситуация была. Что? Я ему пишу, где и когда, он говорит, в смысле, я говорю, где и когда тебя кинули, он такой, не понял, как кинули. Я говорю, кто впарил, он такой, говорит, час назад, говорит, возле Риву так же. А они, представляете, якобы, говорят, вы из Дагестана, да? Он, короче, у него история простая. Мне нужно улетать завтра, нас, говорят, опрокинули на работе, типа, три месяца мы работали. Мы, типа, за БАИУК инструмент, да? За три месяца нам не заплатили, отдали, короче, инструментом. Вот, заберите, пожалуйста, завтра улетать, денег на билет нет. Все. А улетать, типа, в Дагестан, якобы, да? А, покажи инструмент, давай посмотрим инструмент. Вот этот генератор, это вот шуруповерт. И, соответственно... Наклейки, это все наклеенные, такая очень все полная шляпа, да? Самое дешевое, да, все? Да. А, покажи чеки, пожалуйста. Чеки вот, гарантийный талон, все дела. В чем самый прикол? Берешь вот этот инструмент, вроде все нормально. Ну, типа, все инструменты, известный сайт, ты на него переходишь, вот QR-код, ты, короче, нажимаешь, и просто элементарно сейчас переходит на сайт. И вот, правда, типа, шуруповерт такой-то, такой-то, стоит там 18 тысяч. Вот он прям так и показывает. Да, научились, да, не обманывать, конечно? Да, научились. А мне интересно то, что они сегодня сейчас сюда должны подъехать. Как ты с ними согласовал встречу? Ты позвонил им, сказал, слушай, возвращай бабки. Да, да, да. Короче, в итоге получилось так, что он на карту им переводил. Ты, да? Да. И я говорю, дай мне номер. Я, короче, звоню ему, я говорю, типа, здорово, все дела. Я говорю, а с кем разговариваю? Он говорит, а я с кем разговариваю? Я такой-то такой-то. Я говорю, что я тебе денежка на карту капнула? Я говорю, как ты это объяснишь? Он такая, а чего там, кто-то, 30-е, 10-е, жизнь такая, бла-бла-бла. Я говорю, слушай, давай по-хорошему. Я говорю, с ментами связываться не люблю все дела. Я говорю, ну, давай как-нибудь решим. Я говорю, возвращай этот товар, который, ну, не соответствует, да, описанию сотом розни. Я говорю, а ты мне просто возвращаешь деньги, мы, ну, типа, разбегаемся. Он такой, вот, там, типа, 3-4 дня дай мне все, там, вроде. Я говорю, не-не, дружище, я говорю, так не пойдет. Я говорю, через 3-4 дня тебя ищи в другом городе. Я говорю, нафиг это не надо. Он говорит, ладно, давай, короче, завтра в 8. Ну, вот, типа, стоим, ждем. А, давай позвоним ему. Дай мне вопрос. Кстати, знаешь, что можно сделать? Можем сделать, чтобы ты еще тоже позвонил, типа, за место него. И тоже нагнал, типа, а-ля, здравствуй, как дела, все дела. Скидывай тебе, давай я позвоню, он, может, заблокировал тебя. А как он так на встречу согласился? Ты говоришь, типа, давай встретимся, он говорит, да, давай, подъезжай. И вот по итогу ты подъехал, а он недоступен? Да. А прикол в том, что я говорю, слушай, ну, город маленький, я говорю, я тебе искать буду. Он не представился. Алло, братан, здорово. Как ты сам? Это Никита, помнишь, ты мне хотел, я хотел тебе инструмент купить, но так и не купил. И договорились с тобой, что вот встретимся и купим, я как раз деньги нашел. Я понял, а когда? Завтра только сможем увидеться, да? Да, я понял. Что еще раз? Да, да. А, все, я понял, понял. Ну, а сколько там по деньгам за это все? Ну, договорились, я сейчас не могу было листать. А, все, я понял, все, давай, давай, завтра буду ждать, давай, все, связь. Ну, что, все, мы хлопнем его завтра. Ну, видишь, он меня уже заблокировал. Скупой, нет, скупой, понимаешь, как он скупой, он не понимаешь, что мы его хлопнем, он на связи. А давай сейчас мы его пробьем. Я его пробивал, на нем голяк. Не, 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 ты плохо пробивал, смотри. Через что ты пробивал? Через телеграм. Через телеграм, через что? Слушай, ну, там, не знаю, какой-то бот, который там водишь. Так, вот, смотри, он подписан ВКонтакте, он зарегистрирован номером в России и Масковской области. Подписан он Остав Бендер, Каим и Джуя Бек. Смотри его контакт. Мы переходим на его контакт, страница пустая. Ну, смотри, в чем, откуда мы узнаем, что это не дагестанец. Ну, ты думаешь, что это цыган? Слушай, я не разбираюсь. Ты что думаешь? Ну, вконтакте в друзьях одни цыгане. Сейчас, сейчас я загружаю, сейчас я покажу. Это, возможно, его жена, Камила Богданова. Кто это? Да. Ну, да, да, да. То есть вот у них там. Да, да. Боже, то есть они уже не мусаймани, значит, кто это может быть? И вот, по фотографиям все понятно. Да. Как бы, что это, кто это? Ну, видно, что я рядом с цыганями всегда жил у себя в Беларуси. Как бы, я знаю, кто это. Ну, вот, кто это. Конечно, кто это. Ну, цыгане, конечно. Ну, понятно. Ну, прикольно, что он уже, видимо, мой номер уже заблокировал. Да, для тех, кто будет интересоваться, что, возможно, вдруг кого-то тоже кинули мошенники, ссылку вот на это приложение, на этот бот я оставлю в описании под видео, потому что вы тоже будете пользоваться, если еще скучаете. Это глаз Бога. На самом деле хочется просто... Навряд ли получится как-то их там прижучить все о том роде. Видимо, ребята на опыте уже все... Ну, главное сейчас просто это все распространить, чтобы меньше народу попало. Я знаю, что предлагаю? Тебе вопрос не принципиален, правильно? Самое главное, что просто показать людям, вот что эти фразы. Значит, мы просто можем встретиться, подойти к ним и просто в наглую снимать, и сказать, вот, короче, люди, вот просто... Ютуб вся оси, смотрите. Есть фотографии? Одного из них. А, есть фотографии. Фотографии мы тоже приложим, я по фотографии тоже искал, но по фотографии я не нашел. Ну, а там очень плохого качества... А где ты фотографию нашел? А он из умного дома сфоткал. Он довозил, в общем, он такой, давай, типа, тебе привезу все инструменты, а у меня домофон, он все снимает. Вот, и я сделал скриншот из него. И вот он на этом и попался, да? Я думаю, откуда у вас фотография, да? Сосказать, кстати. Просто еще прикол в чем? Я не знаю, почему правоохранительные органы этим не занимаются, потому что я залез просто в гугл, посмотрел по всем городам. И приедет, ну, причем, ну, причем, причем крупные. Одна и та же схема, да? Одна и та же схема, все в том роде. Почему это до сих пор, ну, почему эти до сих пор не интересуются, я не понимаю. Так, а посмотри, сейчас расскажу так же людям, так же и вам. Мы вчера были на Синной площади, снимая социальный опрос, к нам в два раза подошли, айфон пихали. Братан, бля, так плохо, только айфон украл. Айфон стоит 120 тысячу, предлагает за двадцатку его. Проходим чуть дальше, другой цыган подходит. Наушники, братан, вот, пиздил, купить за дешевку. Потом, хуяк, духи, братан, духи, там, их вообще, блядь, а никто не работает, они будут заниматься такой вот поебистикой. И я тоже не понимаю, почему их, вот, прям за руку не берут или, наверное, не закрывают. Скорее всего, что есть какая-то проблема юрисдикции, наверное, даже так, я не знаю, почему. Потому что, ну, вот они, вот, вот они, вот, 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 ходят перед тобой, всех наебывают. Передо мной чел хотел купить айфон, я побежал, говорит, чувак, вот, еще угораешь. Ну, да, да, да. Я говорю, посмотри на них, он такой, не верит, он такой, дурачок. Я говорю, не покупай эту хуйню, тебя обманывают. Я сам, я сам, на самом деле... Цыган сразу, чху, уменьшил мне. Я на самом деле такой, достаточно чувак, мнительный, короче, и вообще первый раз в жизни на развод попал. Первый раз. Обычно это, вот, прям, у меня чуйка на все это. А здесь так влететь, ну, даже не влететь, как бы, хрен с ним, с деньгами. Главное, просто тупо это остановить, вот, и все. Потому что, ну, хочется непосредственно, если даже, например, не как-то правоохранительные органы, ну, то есть, привлечь к этому. Хочется просто, чтобы побольше народу знало, и их тем самым задушить, чтобы они непосредственно уже подходили, и все люди такие, не, 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 до свидания, вот ты машина. Ребята, да, мы сообщили тему, наушники не покупайте, айфоны не покупайте, у нас знакомых людей. Духи, духи это полная хуйня, вообще полнейшая. И вот новая тема у них с инструментом. В данный момент мы находимся в Санкт-Петербурге, но человек говорит, что эта схема работает по всем городам России. Да, да, да. Всех обманывают. Смотрите, не поведитесь на эту ситуацию, скиньте это видео своим друзьям, поставьте палец вверх, напишите комментарии, сталкиваясь ли вы с такими людьми, с такими предложениями. Возможно, мы соберем очень-очень много редиктов, попался на эту уловку, и все-таки все вместе как-то с вами соединимся, и вы пойдете куда нужно, напишите куда нужно, и, скорее всего, их хоп. И назад, в критку, к обезьянам, куда ему нужно. Так, ну а мы что? Мы тогда, я думаю, что ждем день-два, да? Да. И будем действовать. В общем, этот день настал, мы здесь, 8 часов договорена встреча. Почему-то они от меня трубки не берут, но прямо сейчас позвоню от друга и спрошу, где они далеко, потому что денежки уже готовы, я хочу купить их чудо-инструмент и воспользоваться им. Смотрите дальше, будет очень интересно. Мужики, можно вас на секунду? А вы случайно не видели, к вам там не подходили, и цепы, короче, которые предлагают инструмент по дешевке купить? Ну, наверное, не видел. Не подходили? Наверное, не видел. А тут просто мы ищем, людей обманывают, подходят, клянутся там Аллахом, хотя в часами цыгане. Ну, наверное. И обманывают, не видели, да? Ну, а просто имейте в виду, что это мошенники? Никита, привет. Приветствую. Твой подписчик. Рад в встрече. Да, взаимно мы вот видосик снимаем. Ты не видел здесь цыгане ходят? Ну, мы буквально пять минут назад предлагали купить духи с литуаля. Ну, в принципе, я даже разговаривать не стал. А кто предлагал цыгане? Цыгане? Ну, вот, в принципе, разговаривать не стал. Он попредлагал мне и куда-то пропал, исчез. А как они выглядели? Ну, я помню, что сумка. Он один был? Он был один. А в какой футболке тебе это? Светлой футболкой. Ладно, спасибо большое. Все, давай, тебе удачи. Все, пока тоже, малыш. Все, мы пойдем. Погнали-ка. Подойдем, поинтересуйся. Почем духи? Почем нынче Кула-Гамма Гадани? А что ты продаешь? Стол. Что продаешь? Ничего не продаем с другом общаемся. Сейчас тебя Никита сраз... Размотаешь. Что он тебе предлагает? Духи? Да нормально все. Не, понятно. А мы инструменты хотим купить. Тут не знаешь, что ты инструмент продает? Не знаю. Не знаешь? А мы как раз по этой теме, только по инструменту. Тут инструмент продает, хотим купить инструмент. Ладно, удачи. Покупай, хорошая духи, 100%. Духи духов нет. Айфоны, наушники, там весь дичь, короче. В общем, друзья. Вот один из этих пупырей. Он заднюю дает чуть-чуть. Калашматить на параковке под камерами тоже не вариант. Нам нужны именно те, кто инструмент продает. Ладно, постоим, подождем. Возможно, что он своим озвонится. И может быть что-то интересное. Потому что все-таки этот чел сказал, вот Никитосову. Я думаю, что если они не дураки, они в Гетконтакте. Посмотри, кто им звонил. А я им со своего жиломер долбил. По-любому. Я у многих подписываю, Никито, Варажбитов, Варажбитов. Сейчас они пробьют мой номерок. Сейчас этот звонит, скажет. Вот видел того-то, того-то, того-то. В общем, посмотрим. Сейчас, возможно, будет очень интересная развязка, которую мы вообще даже не ожидали. В общем, прошло уже более часа. За нами тот самый торговый центр, где должна была быть встреча. Походя и поспрашивая у прохожих. Не видя ли они здесь людей с золотыми зубами, которые предлагают инструменты. Лохматые, грязные, вонючие. Охрана вообще на 3-е отказалась с нами общаться, увидев камеры. Остается одно. Звонить им и общаться уже с ними совершенно в другом формате. Потому что, как я понимаю, обычных слов и обычной договоренности они никак не собретают. Но, в принципе, неудивительно. Что с них еще взять? Они достойны самого низшего. Это параши. Дети, идем сюда. Алло. О, где ты? Это кто? Мы договорились встретиться на торговом центре Рио. Я у тебя инструменты должен купить за 50 тысяч. А, ты там? Ну, ты, я не понимаю, кто там. Я уже там давно. Мы с тобой виделись. Еще раз повторяюсь. У меня денег не было. Хотел у тебя инструменты купить. Сегодня договорились на 8 часов. На стоящую уже 8.40. Тебя до сих пор здесь нет. Ты скоро поедешь сюда? Ну, подожди, еще немного. Что зашло? А, ничего страшного. Подожди, еще немного. Ты, слушай, ты что, издеваешься или что? Ты знаешь, ты, мразь, горимая. Твои фотографии, твой номер телефона, твоя машина. У нас все абсолютно есть. Это все будет в интернете. Ты станешь самым известным, медийным, гандоном. Все будут знать, что ты такая конченная мразь. И поверь ты мне, все приедут за тобой, потому что все тебя ищут. На тебя уже 18 заявлений в полицию. А то идея написана на то, что вы мрази. И ездите на свои вонючие разваренные тачки под героином, под метадоном. В общем, что я хочу сказать. Дайте, пожалуйста, обратную связь максимально под этим видео. Подписки, лайки, комментарии. Санкт-Петербург, торговый центр Рио. И по всем другим, я уверен, торговым центрам в этом городе. Также в области ездит банда. На Киа, на машине. Все бородатые, с золотыми зубами, вонючие, обрезанные, предлагают инструменты. Говорят, что они из Дагестана. Клянутся Аллахом, что они мусульмане. Что якобы их кинули здесь в России на работе. Едут к себе домой в Махачкалу. Им нужны деньги на береты. Якобы они украли инструменты со стройки. И за очень-очень дешевую сумму, якобы они их продают. Но каким-то боком у них с собой еще есть чеки. Они сделали риповые чеки. Это также еще одна уголовная статья подделка документов. Так вот, ребята. Знаете этих гандонов, этих мразьевое яйцо? Прямо сейчас на экране. Их фотография одного из этих убородков. Знаете? Скиньте это видео всем своим друзьям. Потому что они действуют по всей России. Эта схема не только в Петербурге. Их друзья, соотечественники, сопременники двигаются так же. Но по всем другим городам России. Знаете, что есть такая тема? Ни в коем случае не ведитесь на этот барет. Потому что у нас в городе везде подходят они. С наушниками, с телефонами, с духами. Купи, мы только что украли. Мы вот все отвечаем. Батуха, оригинал, только купи. Это все полная дичь. Бесплатный слил только мышеловки. Особенно, когда ты смотришь на них, как они выглядят. Это сразу нужно понимать, что тут ничего нормального не может быть. Увидели их внешний вид. Откуда, бля, у них 14 айфоны? Откуда у них инструменты на 200 тысяч оригинальные? Вот и все, друзья. Большое спасибо за ваше внимание. Если какая-то будет дальнейшая информация, они где-то всплывут. А они всплывут, потому что мы передвигаемся по городу. Передвигаются так же люди. Необнадушные подписчики, которые рано или поздно их увидят. Подойдут к ним и с них спросят. Спросят нормально. Если что, продолжение будет у меня в Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании под этим видео. Перейдите так же, подпишитесь, потому что там очень много эксклюзивных видосов, которые мы не можем вам показать здесь. Потому что нас могут забанить. И в целом, вся связь там. Поэтому, друзья, сила в единстве. Надеюсь на вашу поддержку. Большое спасибо всем за внимание. До скорой встречи. Скоро увидимся. Как Андрей сидел в тюрьме? Кем сидел? Никому ничего пояснить не собираюсь. Это мое и все. Вот, чтобы меньше было проблем, они, лица, стараются не показывать. Прошу заметить, они занимаются, короче, вот сразу отдел полиции. Прямо около отдела полиции. За чей счет, за что ты живешь? Нечисть, она и есть. Нечисть, она не имеет ни национальности, ничего вообще. Ты сказал, что у тебя первый состав разворился. В чем причина? Не хватает молодежи сейчас патриотического воспитания и любви к родину. Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!